Приоритеты руководства Турции под руководством нового Эрдогана, политика меняется. И в частности это обусловлено двумя обстоятельствами. Это экономическое положение Турции, которое требует просто хирургического вмешательства. И второе это кризис в отношениях с Западом. Причем этот кризис продолжается навстречу установлению нового миропорядка. Где Турции предстоит решить вопрос, каково место Турции в этом новом миропорядке. Естественно, желание руководства Турции это довольно-таки чувствительный период преодолеть не только с наименьшими потерями, но и с определенными обретениями. Тем более, что у Турции этот потенциал есть. Чем ближе Турция будет с Западом, тем выгоднее для Армении. Потому что это является залогом предсказуемости турецкой политики. Это означает, что у Запада появляются действенные рычаги для сдерживания Турции от, ну скажем так, опасных для таких стран, как Армения, шагов. Это означает, что Турция будет действовать в фарватере с Запада, а мы знаем отношения Запада к тому, что армяно-турецкие отношения должны быть нормализованы, установлены добрососедские цивилизованные отношения. Граница должна быть открыта и должна функционировать в соответствии с общепринятыми правилами. Я думаю, этот тренд хороший. И насколько мне известно, исходя из того, что сразу же несколько часов спустя после назначения, например, министра иностранных дел, ему позвонил наш министр иностранных дел. И состоялся такой позитивный разговор, и обоедно была выражена готовность продолжать вот этот переговорный процесс. Более того, один из самых близких Эрдогану людей, Ибраим Калин, также назначен на довольно-таки ответственный пост главы разведки. Да, это пост, предполагающий больше дел и меньше слов. Кстати, Хакан Фидан тоже вот больше такого плана политик. Да, это человек больше дела, чем слов. Да, или там, скажем, эпатажных жестов. Нет, это было про Чаву Шолу, но не про Фидан. Да, это взвешенный политик, человек, которому Эрдоган доверяет полностью. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я думаю, здесь открылось довольно-таки обширное поле деятельности для армянской дипломатии. И здесь очень важно, чтобы в отношениях Армении и Турции сохранять именно двусторонность этих отношений и не дать туда совать нос какой-либо третьей стороне с заведомо деструктивными намерениями. В первую очередь, конечно, это Россия и Азербайджан. Это очень важно. Хотя мы понимаем, что Азербайджан является чувствительным фактором для Турции. И хотя мы говорим о нормализации отношений без предусловий, но мы понимаем, что армяно-азербайджанский переговорный процесс тесно увязан с армяно-турецким процессом. Это хотя бы по внутриполитическим соображениям внутри Турции. Ну, уж так сложилось. То есть даже при всем желании. Да, как и мой опыт общения с высокопоставленными турецкими представителями тоже об этом говорит, что да, вы должны все-таки этот вопрос с Азербайджаном решить, чтобы у нас освободились руки. Да, вот месседж такой. Посмотрим. Тем более, усиление, объективное усиление влияния Соединенных Штатов на турецкую политику. Мы это видим. Это хороший тренд. В то же время не нужно переоценивать это влияние, да, потому что Турция это самодостаточная единица и субъект в международных отношениях. Поэтому Армения должна продолжать именно в двустороннем таком молчаливом во многом формате диалог с Турцией, диалог на основе именно наших национальных интересов. Я говорил и в вашем эфире в том числе, что Турция это единственная страна, зарубежная, которая видна из ереванских балконов. И это диктует именно последовательность шагов, о чем я говорил. Это вопрос, затрагивающий самые такие основы нашей национальной безопасности. И в успехе вот этого продвижения я вижу, и не только я, залог укрепления суверенитета Армении и снижения российского влияния. Потому что самостоятельно, проявив способность самостоятельного налаживания и ведения отношений с таким субъектом, как Турция, Армения снижает необходимость в таком субъекте, как Россия. И резко повышает свою целиеспособность, как субъект международных отношений.